Наталья Лескова Наталья, пожалуйста Спасибо Итак, мой доклад подготовлен по материалам статей моего отца Леонида Васильевича Лескова доктора физико-математических наук, профессора, ветерана ракетно-космической отрасли но он был, помимо этого, вообще человеком многогранным, разносторонне направленным и энциклопедически образованным интересовался он в том числе и философией, историей культуры написал учебники по синергетике, футуру синергетики и космологии преподавал на философском факультете МГУ на кафедре истории и методологии науки это тоже показательно но и интересовала его история религии некоторые возможные интерпретации жизни библейских персонажей вслед за другими исследователями отец полагал, что ученому стоит рассматривать священное писание как важный материал для наблюдений и прогнозов при этом он всегда оставался человеком православной культуры относился ко всему, что связано с писанием, с большим уважением поэтому в моем сообщении не стоит искать оскорбления чувств верующих а лишь попытку проанализировать историю исследование жизни Христа началось для Лескова с парадоксальной гипотезы о том, что Христос вовсе не умер на кресте а остался жив в этом ему помогла техника йогов, которую, как он полагает, Иисус в совершенстве освоил много лет, проведя в Индии в буддийском монастыре Химис в Северной Индии хранятся сочинения об Иссе написанное на тибетском языке ламы рассказывают, что их история восходит к середине первого века нашей эры когда они были записаны со слов людей, знавших Иссу в 1925 году эти рукописи держал в руках Николай Константинович Рерих а его сын Юрий Николаевич, свободно владевший тибетским языком, опубликовал из них пространные цитаты в наше время, в 1979 году, эту рукопись видела Людмила Васильевна Шапошникова известный отечественный востоковед, и, собственно, она была президентом Международного центра Рерихов который выпускал журнал «Культура и время», который я сегодня здесь представляю рукопись, по ее словам, имеет заглавие «Жизнь святого Иссы, наилучшего из сынов человеческих» Возраст копии, сделанной для монастыря Химис, Шапошникова оценивает в 5-6 веков Приведем небольшие выдержки из путевых дневников Рериха, где он излагает содержание тибетского Евангелия Около Лхаса был храм учений, богатый рукописями, и Иисус хотел ознакомиться с ними сам С величайшими опасностями Иисус с проводником достигли этого храма в Тибете И Мингстей все учителя широко открыли врата и приветствовали еврейского мудреца Недалеко жила женщина, у которой умер сын, и она принесла его Иисусу И в присутствии множества людей он возложил руку на ребенка, и ребенок стал здоровый И многие приносили детей, и Иисус возлагал руки на них, излечивая их Среди ладакцев Иисус провел много дней, он учил их лечению и тому, как превратить землю в небо радости И они полюбили его, и когда пришел день ухода, печалились, как дети Иса, или Иисус, повторял Я пришел показать человеческие возможности Творимое мною все люди могут творить, и то, что я есть, все люди будут Эти дары принадлежат народам всех стран, это вода и хлеб жизни Согласно этим преданиям, Христос провел в Индии около 15 лет, а затем вернулся в Палестину Есть одно неожиданное свидетельство в пользу этих сведений Вблизи сербского города Пирая, в заброшенном пещерном храме Петра и Павла Археологи открыли фреску, которую они датировали XIII веком На ней изображен Христос Вокруг его головы виден характерный нимб с перекрестием Но голова его при этом обрита, как у буддийского монаха Есть и другое подтверждение этой версии Внимательный читатель, знакомясь с преданиями о путешествии в дальние страны простого плотника Каким по Евангелиям был Христос, может усомниться в этом факте Ведь совершенно ясно, чтобы отважиться недалекое путешествие к чужим народам Надо быть очень образованным человеком Но вот что рассказывается в книге «Иисус. Строитель и учитель», которую опубликовал в Италии Директор Института религиозных наук, член Ордена иезуитов Маньяни Римские газеты отозвались об этой книге как и революционной и убедительной Проведя тщательные изыскания в исторических и теологических трудах Маньяни доказывают, что Христос происходил из зажиточной семьи И был по тем временам образованным человеком Он был грамотен и свободно владел по меньшей мере тремя языками Греческим, латинским и арамейским Это был человек острого и пытливого ума Его отец Иосиф и он сам не были простыми плотниками Ну или там отчим, кому как привычнее называть У них была своя мастерская, принимавшая заказы на выполнение архитектурных и строительных работ И такой человек, несомненно, мог отважиться на путешествия И располагать необходимыми для этого средствами Пока Христос, как человек, жил на земле Любые события в его жизни должны были иметь естественное происхождение Его современники любили воспринимать их как чудеса Однако это не может помешать нам попытаться дать им объяснение с позиции современной науки Не распятие на кресте, ни удар копьем не привели к смерти Наступил глубокий обморок А толчок к реанимации могли дать биологические часы, запущенные подсознанием Можно предположить и другое Необходимые манипуляции с почти бездыханным телом Проделали заранее обученные помощники, первыми пришедшие в пещеру Именно таким образом восстанавливают жизнедеятельность у йогов Вошедших в состояние дохараны И положенных на долгий срок, например, в могилу Там так и могло совершиться чудо, о котором сказано Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ Но как же быть с воскресением? У единственного из евангелистов Луки мы читаем Перекусив печеной рыбы и сотового меда Христос благословил учеников А затем стал отдаляться от них и возноситься на небо Известны опыты по телекинезу Перемещению предметов мысленным усилиям оператора Проведенные экстрасенсом Яровалаевым, Кулагиной, Виноградовым И другими поднаблюдениями ученых Менее достоверны сообщения о левитации человека Подъеме над землей без каких-либо технических приспособлений Однако еще в XIX веке подобные опыты Описаны Уильямом Круксом Президентом Лондонского Королевского общества Известным физиком и первоклассным экспериментатором В сообщениях целого ряда путешественников по странам Востока Можно найти информацию о том, что им довелось наблюдать левитацию в исполнении йогов Спрашивается, что могло помешать Иисусу Если он действительно имел возможность усвоить уроки восточных мудрецов Продемонстрировать этот эффект своим последователям Когда пришло время расставаться с ним Остается ответить на вопрос, куда после этого направился Христос И где следует искать его могилу Несколько лет назад в Германии была издана книга Зигфрида Абертайра Иисус умер в Кашмире «Тайна жизни и деяний в Индии» Проведя обстоятельные исследования большого количества источников Обер Майер составил полную хронологию жизни Иисуса Христа По его данным, Иисус родился примерно в пятом году до нашей эры А около восьмого года нашей эры отправился на восток Присоединившись к торговому каравану Он побывал в Бонаресе, где познакомился с учением последователей Будды И совершил путешествие в Кашмир Приблизительно в 20-25 годах Иисус отправился в обратный путь в Палестину Пройдя через Бакрейн и Персию Где познакомился с учением огнепоклонников последователей Зараастра Вернувшись в 25 году в Палестину Иисус встретился с членами секты Есеев А между 28 и 30 годами принял крещение у Иоанна Крестителя После этого начался двухлетний период его деятельности Как учителя, проповедника и чудотворца 7 апреля 30 года нашей эры Иисус зашел на Голгофу После возвращения его к жизни до середины 30 года Иисус проводит время, согласно исследованиям Обер Майера Проводит время в окружении учеников А в конце того же года отправляется во второе путешествие, на восток На пути туда в 31 году в Дамаске он встречается с апостолом Павлом После 35 года начинается деятельность Иисуса под именем Юс Асав Кашмия в качестве проповедника и пророка Но достаточно ли у нас оснований для того, чтобы отождествлять Юс Асава с Иисусом Христом? Вот что сообщают по этому поводу кашмирский историк Мулан Адри В древних индийских рукописях я обнаружил, что он был Иисус, дух Господа, который принял имя Юс Асав Помимо всего сказанного, есть один аргумент, который позволяет считать эти сведения правдоподобными В римской империи устные предания о Христе были использованы при создании текстов священного писания Которая явилась основой христианского вероучения На востоке не было ничего подобного Проповедь Юс Асава не привела к возникновению новой религии Местные традиции оказались сильнее Это заставляет относиться к сохранившимся сведениям о жизни и деятельности Иисуса в Индии Как к первоисточнику, имеющему высокую объективную ценность В преданиях о жизни Христа на востоке есть одна любопытная подробность В своем втором путешествии в Индии Иисус, пройдя по Вавилонской дороге Чисперсию, Лидию и Парфию, дошел до Кашгара И во всех этих странствиях его сопровождала верная спутница Мария Магдалина В Кашгаре она скончалась, и в местных преданиях сохранилась память о ее могиле Кто же была для него Магдалина? Древняя еврейская традиция требовала от каждого мужчины, достигшего зрелого возраста Вступить в брачный союз Как сообщает апостол Матфей, сам Христос говорил по этому поводу Муж прилепится к жене своей и будут два одной плотью Неженатый Иисус, несомненно, вызвал бы осуждение у своих соплеменников Однако Евангелии ничего об этом не сообщают В Евангелиях можно прочитать, как ученики, обращаясь к Христу, называют его равви То есть духовный руководитель верующих Между тем еврейский закон гласит Неженатый человек не может претендовать на обучение других Если Христос был женат, то следует, обращаясь к тексту Евангелий, попытаться понять, кем же была его жена Евангелисты сообщают всего о трех женщинах, которые находились в близком окружении Христа, не считая его матери Его землячки Марии из Магдала Галилейской, прозванной Магдалиянкой или Магдалиной Марии из Византии и ее сестре Марфе Существует поверье, что Магдалина была блудницей Однако Евангелии ничего об этом не сообщают Согласно Луке, Иисус вылечил ее, изгнав из нее демонов По сообщениям того же Луки, Магдалиянка, вероятно, была богата, что позволяла ей помогать Иисусу Магдалиянка сопровождала Иисуса в его странствиях по Иудее По тем временам невозможно представить, чтобы незамужняя женщина одна путешествовала по дорогам Палестины И тем более находилась в компании Райви Другое дело, если она была его женой Как дружно сообщают Матфей, Марк и Иоанн Именно Мария Магдалина находилась на Галгофе во время страшной сцены распятия И именно ей первой явился Христос после воскрешения В 1945 году в раскопках возле деревни Накхаммади в Верхнем Египте Был найден кувшин с древними пергаментными свитками Это оказались копии апокрифов Евангелия от Филиппа и других малоизвестных евангелистов В этих текстах можно прочитать, как относится Иисус к Марии Магдалине Спаситель знал ее лучше, чем кого-либо И потому он любил ее больше, чем нас Это слова одного из учеников, обращенные к апостолу Петру В Евангелии от Филиппа по этому поводу говорится так Подругой Спасителя была Мария из Магдалы Христос любил ее больше, чем всех своих учеников И часто целовал в губы Другие ученики обижались на это А Спаситель отвечал в свою очередь Почему бы мне не любить ее больше, чем вас? И далее в Евангелии от Филиппа уже совсем прозрачно сообщается Нельзя отрицать плоти влю и любовь Велико таинство брака, ибо без него мир не существовал бы Существование мира зависит от человека А существование человека от брака Господь есть Сын Человеческий, а Сын Человеческого А Сына Человеческого есть Тот, Кто создан через Сына Человеческого Можно подумать, что Магдалиянка была не только верной подругой Но и матерью его детей Не нарушает ли все это христианской теологии? Не в малой степени считает Леонид Васильевич Лесков Если Церковь рассматривает Иисуса как воплощение на земле Бога Приняв и его человеческий облик и сострадание к людям То почему надо считать, что он отказался от таких человеческих качеств Как любовь к жене и детям? И если он был лишенных, то есть ли у нас основания считать, Что воплощение Бога в человеке было полным? Прошли годы, и Церковь отказалась от преследования ученых Выводы которых расходятся с толкованием священного писания Наука не опровергает истин веры Потому что они лежат вне любого объективного знания Но и Церковь не должна пытаться ставить новые барьеры На пути свободного научного поиска Этот вывод целиком и полностью относится и к Евангелию Как основному источнику о жизни Иисуса Христа О его учении, о его гибели на кресте И воскресении после смерти Ну вот, собственно, это все, что я хотела рассказать Еще раз повторюсь, что этот доклад подготовлен По материалам статей, выступлений и книг Леонида Васильевича Лескова, моего отца Которого, к сожалению, 10 лет ровно как нет с нами Раньше он с удовольствием сам выступал На Зигелевских чтениях и на многих других конференциях Но я стараюсь рассказывать о том, что он оставил после себя Привожу его книги, они у меня с собой И вы можете их приобрести по самым низким Значительно более низким, чем в магазинах, ценам Большое вам спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ